А накануне было принято решение о выделении дополнительных средств для благоустройства территорий детских садов в пяти муниципальных образованиях области. Это стало возможно благодаря экономии средств в рамках региональной программы. Вопрос рассмотрен на заседании Кабинета министров. Тему продолжит Мария Шалованова. Региональная программа, которая предусматривает капитальный ремонт кровель, замену оконных блоков, обустройство прилегающих территорий в детских садах, стартовало в 2018 году по инициативе главы региона. Всего на эти цели в текущем году из областного бюджета было выделено более 42 миллионов рублей, была улучшена материально-техническая база 29 дошкольных учреждений. Будет приобретено оборудование, сделаны ремонты, у нас есть перечень того, на что будут потрачены бюджетные средства, но и при этом все равно у нас еще остались средства, которые мы хотели бы разместить, и это уже будет в первом квартале следующего года. В результате почти 3 миллиона рублей будут направлены на обустройство территории детского сада номер один в поселке Высокое в Дорожокском районе, четвертого детского сада в Старице, детского сада номер пять города Ржева, Хорошевского детского сада Ржевского района и детского сада Улыбка у Домельского городского округа. Сегодня наша система, конечно, нуждается в более масштабном приведении в нормативное состояние. Это и не только окна, а санитарные комнаты, это в том числе и пищевые узлы, блоки, где ребятишкам готовят либо разогревают пищу. Это классы, это спортивные залы, это изменение инфраструктуры. Несмотря на ремонт и обустройство дошкольных учреждений, часть детских садов все-таки не отвечает требованиям безопасности. На такие объекты, по словам Игоря Рудени, необходимо обратить особое внимание. Президент принял решение по реновации в части, дал нам возможность делать реновацию учебных заведений. Поэтому сейчас также обсуждаем, что будет выгоднее делать это, ремонтировать все-таки или строить новые по каждому направлению. А так, общая работа складывается достаточно позитивно. Все деньги, которые выделяются на приобретение оборудования и текущие ремонты, они практически все востребованы, и главы муниципалитетов проявляют высокую активность по данному направлению. За два года участниками программы стали 25 муниципальных образований региона, а работы по укреплению материально-технической базы уже проведены в 34 дошкольных учреждениях. В 19 детских садах капитально отремонтированы кровля, в 8 заменены оконные блоки, а в 7 обустроена территория.